Приветствую вас в домике для цитрусов. Сегодня речь пойдет об инструменте и приспособлениях, которые необходимы нам, цитрусоводам, без которых нам было бы очень неудобно ухаживать за нашими цитрусами. Первое, с чего начну, это подпорки. Подпорки есть разные. Вот такие вот бамбуковые и металлические варианты в обмотке. Единственный недостаток бамбуковых таких вот подпорочек, та часть, которая находиться будет в земле, она со временем сгниет. Но у них есть большие размеры, всевозможные размеры, даже вот такие вот овальные формы в форме арки, вот такие вот, на которые очень удобно закреплять цитрусы. Единственных недостаточек это они со временем сгниют. Та часть подгниет и их придется укоротить. С металлическими же все куда проще, они не гниют, с ними ничего не случается. Но они всего лишь прямой формы, разных размеров, как бы в принципе нормальные и удобные. Самое удобное еще подставочка, подпорочка мы можем взять в рыбацком магазине. Также для нас удобно использовать такие вот подставки под удочки. Они алюминиевые, купить их можно в рыбацком магазине или на сайтах для рыбалки. Она регулируется по высоте. Вот с такой вот очень удобной рогатинкой и очень удобно подпирать плоды. Особенно это апельсины, лимоны, грейпфрукты. Она очень хорошо держит. Они регулируются по высоте и фиксируются с помощью вот такой вот, такого зажимчика. И очень удобно ими подпирать цитрусами. Поскольку это алюминий, он не гниет, с ним вообще ничего не случается. Также они есть неразборные, такие стационарные и можно разбирать и использовать меньшую половинку для меньших цитрусов, не очень больших. Как так? Нам, кроме палок, подпорок, понадобятся пулевизаторы. Все зависит от того, какое количество у вас цитрусов и какой литраж вам нужен. Но без пулевизаторов, к сожалению, никак. Дальше еще один важный момент. Нам нужен антисептик. Антисептик может быть любой, какой вам удобно. Может быть просто водки налить, но обязательно в пулевизаторе. Потому что цитрусы колючие. Например, микроцитрус это вообще верблюжья. Колючка на нем очень много. Колючек мелких есть с большими колючками и они наносят нам, конечно же, царапины. Царапины можно сравнить с кошачьими царапинами. Они долго заживают. Мы цитрусы брызгаем от шкидных киф, от вредителей. Также брызгаем всякими витаминками и удобрялками. Все это остается на колючках и все это попадает нам в раны и они очень долго заживают. И в пулевизаторе намного быстрее обработать и инструмент и свои царапины для того, чтобы не было воспаления. Нам также подойдут такие вот бабочки, которые используют орхидеисты. Прижимать и притягивать веточки к палкам-подпоркам. Они спокойно подтягиваются на бамбуковые и на железные наши подпорки. Дальше нам нужны всякие лопаточки, вилочки. Это все тоже нам нужно. Секаторы. Секаторы есть разной формы, разные стоимости. Требования к секаторам у нас какие? Он должен удобно держаться у вас в руке. Вам должно быть комфортно работать с этим секатором. Он должен быть острым и пружинка не должна выпадать. Это как бы главное требование к секаторам. Выбирайте под себя, чтобы вам было удобно. Есть вот самый классический вариант. Есть с прямыми ножницами, а есть еще секатор с храповым механизмом. К сожалению, оказалось, что не все мои друзья знают об этом секаторе. Даже мои близкие подруги о нем не знали. Смысл этого секатора, им можно резать толстые ветки без напряжения для кисти рук. То есть вот, например, мы берем бамбуковую палку и он спокойно ее режет за несколько заходов, то есть за несколько зажимов. Он ее зафиксировал. Второй раз мы его просто дорезаем. Обычно секатор не сделает такого среза. Вся фишка этих секаторов с храповым механизмом и можно за несколько раз дорезать веточку спокойно. Срез будет ровный и без напряга для кистей. Вот такой вот секатор. Подумайте, нужен ли он вам. Если у вас большие цитрусы уже с большими ветками, то вам такой секатор, конечно же, необходим. Есть еще вот такие вот ножницы. Это когтерезка. Мы его не купим в садовом магазине. Это продается в зоомагазинах. Это ножницы для стрижки когтей у собак. Они очень удобные. Я их очень рекомендую. У них два краешка острые и при срезе они движутся друг к другу навстречу и срез получается очень хорошим, ровным, не зажимает веточку и не расщепляет ее. Очень хорошо ими делать, нарезать черенки, да и вообще просто любую другую нарезочку. То есть он легко и ровно движется навстречу и срез получается ровным, без зазубрин. Срезает он любые цитрусовые ветки. Идеально получается. Вот за такими, ну а-ля секатором, нужно сходить в зоомагазин. Дальше нам нужен ножик. Ножики могут быть тоже абсолютно любые, абсолютно разные. Какой вам удобен, главное, чтобы он был острым. Нам не обойтись без проволоки. В садовых магазинах мы можем купить вот такую вот обычную тонкую проволоку в таких вот бухтах. Еще есть там вот такая проволока. Наконец-то она у меня закончилась. Это тонкая проволока в такой вот толстой обмотке, оболочке. Как бы ей очень удобно работать, но на практике она казалась мерзкой и гадкой. Эта оболочка, она очень быстро разрушается и остается такая тонкая проволока. Если мы намотали цитрусы, там что-то подвязали, что-то подтянули, через время эта оболочка, она рассыпается. И эта тонкая проволока становится визуально незаметной. Ею легко нанести себе же царапины. Очень удобно использовать это вот такую вот алюминиевую проволочку, чем-то покрытую. Я не знаю, чем она покрыта, но такая проволока очень удобная. Она приобретает разные формы. Она довольно-таки жесткая. Ей можно сделать и крючочек подтянуть, плодик и хорошо зафиксировать. И она легко режется другим секатором. Не нужно бежать там зачем-то специально. Она легко отрезается нужный размерчик нам и легко фиксировать цитрусы. Такая она тоже очень тонкая и нужно двумя руками. То есть эта проволока намного удобнее. Обычная алюминиевая проволочка с каким-то покрытием. Вот как раз мой апельсинчик с помощью рыбацких удочек, подставочек под удочки, держит плодики. Вот очень удобно. Разная высота у них регулируется и держит хорошо плоды. Вот такой кратенький обзорчик инструментов, из которого мы не можем обойтись. Это подпорочки всевозможные, пулевизаторы, секаторы. И нам нужно еще посетить рыбацкий магазин для подставок за удочками и также зоомагазин за такими вот когтерезкой. Ну, для нас он будет секатором. Оставляйте свои комментарии, выращивайте цитрусы у себя дома, радуйте своих друзей и близких. А также вы можете заказать хороший, понравившийся вам секатор на подарок. И ваши родные и близкие будут знать, что вам дарить наверняка. До новых встреч. Оставляйте свои комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok